Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. И если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Сезон станет совсем скоро. 11 числа в среду откроется уйма контента. Normal Raid, Heroic Raid, Mythic Нули, вылазки будут 4, 5, 6, 7, 8 уровня. Пвпшный сезон станет, возможно, будет вылудочки и завоевания. В этом видосике поговорим о том, как можно получить 610 вещицы. И лутать мы их будем довольно-таки интересным способом. Покажу всё и расскажу, конечно же. Являясь ПВЕ игроком, я не просто так затронул ПВП. Казалось бы, зачем вообще этим заниматься? Суть в том, что крафты ПВПшные абсолютно все переидеалны. Теперь для того, чтобы создать какой-либо ПВПшный предмет, не требуется цельная искра, требуются всего лишь геральдики. Геральдики можно купить за очки чести или очки завоевания. И очки завоевания в первую неделю ТВВ будут даваться в увеличенном объёме. Вместо старого небольшого капа мы будем вылутывать 1600 очков завоевания. Этих 1600 очков завоевания хватит на покупку 9 геральдик. А также, возможно, в тот момент, когда стартнёт сезон, мы сможем сделать какой-нибудь квестик приветственный, как это было, например, в ДФе. То есть нам, возможно, подсыпят ещё дополнительных геральдик. Если мы откроем какие-либо крафты, то увидим, что можно просто-напросто взять, ставить эти геральдики в свой шмот крафтовый, и таким образом сделать вещицу 610-го этом левла. Мы можем выбрать абсолютно любые статы, какие нам хочется, к примеру, искусность Крит, к примеру, скорость Крит, скорость искусность. Мы можем ставить абсолютно любое украшение. Таким образом, эти вещицы становятся довольно-таки приятными, как для ПВП, так и для ПВЕ. Крыло ПВПшное. На входе в Дарганал находится. Мопчик ещё стоит. Руфио, который даёт нам виклики на искорки, на стычки, например. Надо, так сказать, доделать квест. А мопцы, у которых мы закупаем, всё стоят чуточку сбоку в домике. Координаты на экране. Всё видно. Награды за очки завоевания. Мопчик, который как раз-таки продаёт эти геральдики, которые нужны для крафта шмотья. Этот шмот будет 610-й в ПВЕ и 639-й в ПВП. 1600 очков завоевания. Делим на 175, получаем 9 цельных геральдик. Куда их можно потратить? Вопрос довольно-таки хороший. Получается так, что 3 штучки тратятся на крафт колечка, шеи, наручей, плаща. По 4 геральдики требуется на крафт наплечников, рук, пояса, сапог. По 5 геральдик требуется на крафт головы, нагрудника, штанов и одноручного оружия. Чтобы скрафтить двуручку, требуется 10 геральдик. То есть, если не будет никакого приветственного квеста при первом выигрыше чего-то либо рейтингового, то двуручку скрафтить будет нельзя в первую неделю. Но если выиграв какую-нибудь соло суматоху, соло РБГ, там, обычный РБГ, 2 в 2, 3 в 3, дадут какой-то квест на получение дополнительных геральдик, то это будет довольно-таки кайфово и можно будет скрафтить еще даже больше, чем 3 вещицы. Что крафтить можно из этих геральдик реально? Хорошие довольно-таки крафты это наручи, плащ, пояс, сапоги, то есть что-то нон-сетовое, потому что рейт уже будет открыт, и вы будете вылутывать, конечно, сетовые вещи в приоритете. К тому же потом еще и двигли лут свой набьете по герою к рейду, по 8-м вылазкам. То есть, может быть, там что-то сетовое подлутаете, конечно же. В общем-то, думать нужно, как правильно это все реализовать. К тому же, с самих вылазок еще, конечно, тоже вещицы будут падать хорошего этом левела, выше чем 600-е. Это круто, это замечательно. То есть, дополнительный такой вариант, как можно приодеться, подкинул вам. Так что думайте, заниматься пвп, не заниматься пвп, это все реально, решайте сами. Рекомендую заранее, конечно же, чтобы было попроще, накупить себе пвпшного шматья. То есть, просто подойти к мопцу и потратить весь свой хонор, который у вас накопился. Накопился. Купить различные вещицы, которые в пвп скейлятся до 626-го. Кстати, можно вылутывать сундуки, которые находятся в опенворлде. Там периодически дропаются маленькие сундучки, каждые 20 минут. Боретесь за него и вылутываете. Рецепты, возможно, пвпшные выпадут, которые дорогие очень. А есть сундук, который спавнится каждые 6 часов. С него выпадает жестокая ювелирная оправа. Трофеи необузданные битвы называются. Мне вчера повезло, пролутал один, наконец-то. Само собой, вы в текущий момент все это видите. С помощью жестокой ювелирной оправы можно просокетить пвпшную вещицу. Шлем, амулет, наруча, пояс или кольцо. За иметь 610-ю крафтовую вещицу, еще и с сокетом, в виде пояса, это довольно-таки круто. Поэтому думайте. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.